Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики моего канала. За микрофоном, как обычно, Антон, и я продолжаю проходить Alien Isolation. Что ж, прибыли мы на станцию Севастополь, обзавелись напарником, которого тут же и убило нечто. Некий убивец, монстр, чудовище, тварь, гнида. Короче говоря, мы пока не знаем, что это, не знаем, где это, мы не знаем, чего это, но однозначно, однозначно, это все довольно жутко. Кто-то стучит, кто-то бегает, это все довольно напряжненько. Вот сюда вот утащили акселя, нашего напарника. Неприятно, неприятно. Это все дело очень-очень-очень сильно неприятно. Так, наша задача основная сейчас добраться до транзитной линии. До транзитной линии. Соответственно. Так, здесь у нас башня охлаждения. Да. Нам по-любому нужно двигаться вот сюда, однако здесь мы пройти не можем. Я уже туда попытался забежать. Так, а прошли мы отсюда. Есть вариант здесь что-нибудь поискать. вызвать транзит. Аксель, к сожалению, уехал в вентиляцию и забрал с собой оружие свое. Господи, что за... Что за... В висках. Неприятно. Не ожидать появления чужого. Просто игра меня нихерово так стращает. Сука. Вот честно, народ, я вообще... Технобашня, Лоренс. Все. Вас приветствует Севастополь. Цель Технобашни. Если что, мне такую ачивку дали. Что народ хотел, собственно говоря, сказать вам, да? Я вообще не боюсь фильмов ужасов, меня не пугают хорроры абсолютно, но вот сейчас, вот сейчас я, честно говоря, немножко в напряжении, потому что, ну, на мой взгляд, гораздо страшнее, когда ты ожидаешь какую-то бяку, а она не происходит. Выход к центру связи Сиксен Телеком. Службе не поддерживает лабораториям Джемини Экзоплэйна Солюшнс. Открыть щит. Что это такое? Работает в ободе напряжения. Перенаправляйте только, чтобы включать и отключать систему находящейся рядом с вами. Система подпитываться с точки энергии ограниченной мощности. Отключив одни, вы можете включить другие. Чтобы знать, которые находятся в лаконисте, выключите карту в правом экране МАЛФ. Обучайте доступ к новым секторам. Отвлекайте внимание врага. Экспериментируйте в системе Севастополя. Все это поможет вам достигнуть цели. Так. Выбрать комнату. Таб. Выбрать систему перемещения. Отключить энергию. Пока что... А! Возможно здесь стоит как раз таки смотреть. Система динамиков. Включена. Емкость сети один из двух. На карте ничего интерактивного не появляется. Но у нас одна единица всего доступной энергии. Так, я могу. Ладно. Сотрудники компании «Севастопольный транзит» Благодарят вас за то, что пользуетесь нашими услугами. Вызвать транзит. Попасть в центр связи «Сикссон». Аксель сказал, что центр связи «Сикссон» находится в технобашне. Нужно найти способ туда попасть. Космопорт Севастополя. К инженерной платформе. Очень медицинская башня. Но я бы такой, что к инженерной платформе. Двигал бы. Хотя в любом случае, давайте просто осмотримся. Что здесь есть интересного? Это куда я выхожу? Это куда-то в новое место я выхожу. Не знаю зачем, но я лезу. Ядрить. Попасть на лифте в центр связи. Нормально. Это я еще и правильно пришел. Приколитесь. Так, все-таки, все-таки, все-таки правильно пришел я. И что же нам делать? А, меня уже заметили. Хотя я старался... Ну, сейчас тебя этот кто-то и упорит. Дорогуша. А где эта сущность? Которая, по мне, садила. Они тут пытались расковырять лифт. Ага. Похоже, она пыталась подобрать код к лифту. Контакты перегорели. Ерунда. Надо просто заменить элемент данных. Найти элемент данных и починить ОРД. Хм. Ну, давайте сделаем это. Я думаю, что инженер Рипли с этим легко справится. Можно просто выбираться, как мы? Твою мать. Не говорите мне, что они сейчас сюда придут. А они действительно сюда идут, сука. Не надо меня стрелять. Не надо... Блин, трое, сука. Как меня это бесит. Как меня это напрягает. У меня же нет оружия. У меня есть специнструмент, который можно долбануть по башке. И фаер, который можно им в жопу вставить. Чтобы было весело. Лично я бы не расслаблялся. Так, а куда мне двигаться-то? А, мне прямо и налево. То есть, откуда они пришли, короче. Вот они, козлы. Теперь стоят, пасут эту дверь. Понимаете, народ, в чем беда? Я не совсем понимаю, как мне понять, а видит ли меня противник или нет. Вот датчика видимости же нету никакого. Вот сейчас, он меня палит или нет? Вот он меня не заметил, да? Ну и хорошо. Ну и славно. Ну и замечательно. Ядрить как это красиво, черт подери. Элемент данных. Все-таки не хватает мне, лично мне, по крайней мере, какого-то индикатора видимости. Куда, бля? Куда, бля, пошли? Все равно оно не работало. Ничего, придумаем что-нибудь. Надо уходить. Ну, уходите, бля. Главное, мне не мешайте. Опа. А какие-то нехорошие звуки. Я только что услышал. Эти звуки как будто бы говорят о том, что... Надо бы, надо бы сделать тапочки. А лучше всего сохраниться. Угу. Так. Все. Чудесно. Прелес. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какая вкусняшка. Это же совсем другое дело. Это же совсем другое дело. Так, ну. Во. Он его сразу... Убирает. Ну, ладно. Вкусняшка. Так. Здесь спрятаться. У меня вот эти вот вентиляции бесят до охерения. Вот эти вот. Которые ведут, скажем так, вверх. Потому что действительно может появиться гадина. Оттуда. Очень легко и просто. Она может это сделать. Так. Найти электроны даром на техподдержке. Секунда. Почему я так упустил вот этот момент? А, тут здесь. Тут здесь. Тут просто никак не пройти было. Необходим пропуск. Давайте поищем пропуск. Я просто увидел закрытую дверь. И мне этого было достаточно. Чтобы понять, что туда идти не стоит. А почему туда идти не стоит? Потому что нужен пропуск. Не, ну сейчас с револьвером я буду чувствовать себя поувереннее, конечно. Это факт. То есть сейчас нужно какую-нибудь еще и гниду упороть. Закрыто. Устройство не работает. Потому что нет специального устройства для подбора кода. Урд. 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 Не работает. Залазим. Кстати, что у нас там по фонарям? У меня одна батареечка осталась всего-навсего. Жаль. О. Спасибо. Куда я вылез? А, я вылез туда же. Откуда пришел? Ну, хотя бы забрал ништяки. Уже неплохо. Так, а что будет, если сходить вот сюда? Лучше, конечно, это все делать на картонах. Потому как, опять-таки, непонятно, где ждать бяку. Здесь ничего. Значит, надо подняться... Подняться, может быть, выше. Ну, эти твари ушли? А. Хер там. Теперь назад-то нельзя... Значит, это билет в один конец, грубо говоря. Поэтому нам нужно просто где-то... Где-то, где-то сделать что-то. И, скорее всего, далеко ходить-то нам и не надо. Недостаточно энергии. О, вот он, пропуск. Господи, как я его не заметил-то. Все, пропуск есть. Теперь используем пропуск. Но, знаете, опять-таки... Ну, тяжело понять, какой предмет интерактивен. Вот если бы он как-то выделялся... Что его действительно можно подобрать. Или он издалека бы как-то обозначался. Вот это было бы всяко получше. А так я его по факту случайно заметил. Жетончик. Трофей. Так, шприцы. Забираем все. Это всякие полезные ништячки и расходнички. Стоп. Вещество. Архив. О, господи. Самописец. Я думаю, когда появится чужой, я сам стану самописцем. Себе в штаны. А кто-то уже данные удалил. Да что бы тебя! Так. Ладно. Успокоилась. Забавно, кстати, да, что ящик черный, но на самом деле он красный. Аварийная блокировка. Ожидайте проверку. Что это мать твою за звуки? Назад никак. Не знаю, есть вариант как-то банально заныкаться. Хотя, сдается мне, что надо вот эти вот штуки активировать. И чем быстрее это сделал, тем лучше. Ну. Все. Ну, здесь вроде бы больше ничего. Здесь тоже интерактивных элементов нету. Ну, вроде дерьмо успокоилось. По крайней мере, страшной музыки больше нету. Задача моя звучит, как попасть в центр связи с Иксом. Все еще. Все еще занимаюсь этим. Так. Сука, и вот эти вот вентиляции. Правда, это такая напряжная хреновина. Очень напряжная. Элемент данных? Да, это он. Взломать лифт в центр связи. Все. Теперь можем. Так, подключить к системе Маус. Стоп. Секунду. Не совсем понял, как работает взлом. Теперь можем взламываться. А, подожди. Допустим. Во. Ну, неплохая такая мини-игра. По взлому замочков. Даже приятная. Теперь действительно можем взламывать двери. С таким-то устройством. Практически как у Ады Вонг. Из. Резидентов. Так. Бру-ру. Вот это. Вот это. Вот это. Хорошечно. Угу. Что у нас тут? Клей. Кто-то нюхал. Угу. 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 Вручай насти комиссии сортов. Варю из техподдержки. Слушайте, Уэйтс. Этот самописец пуст. Я нарушил бог знает, сколько соглашения конфиденциальности. И все зря. Там только логотип. Вэйланд Ютони и все. Вообще говоря, такой прибор сложно повредить. Так что, либо кто-то на борту Настрова нарочно удалил информацию. Либо данные были повреждены еще до выброса. Может, теперь скажете, почему это было так важно? Угу. Угу. Ну. Собственно, я предположил практически на сто процентов, да? Верно. Что кто-то удалил данные. Мазафака. Патроны для револьвера. Ну вот, конечно, парнягу жалко. Его расстреляли буквально на стуле. Так, нам нужно двигаться дальше, грубо говоря. Так. А, вот. Я пришел в то помещение, откуда, да, изначально я сюда выдвинулся. Ну, есть, кстати, вариант сохранить. Что-то, что-то чувствую, что-то, что-то такое надо бы сделать, да. Конечно, записать. Записать. Тем более, у меня сейчас револьвер есть. Да, что ж такое же. Отключить аварийную блокировку. А! Все позаблочено, нахер. Есть вариант как-то пробраться. Но у меня есть вариант теперь вот здесь пройти. Все. Так, тут у нас комплюдактор. Вернее, терминал. Личная. Портер. Терминал Севастополя. Шеф, есть новости хорошие и плохие. Хорошая новость. Я заархивировал уже почти 80% сообщений внутри почтовой системы. Она отключена от Аполло. Но я оставил в работе базовую службу связи, чтобы жители станции могли общаться между собой. Плохая новость в том, что кто эту систему устанавливал, сэкономил на аппаратуре. И у нас были утечки данных. Я поручил разобраться с этим Майку Танаки. Он наш внештатный специалист по архивированию. Вроде этот малый толковый. Я просто решил, надо сообщить вам, как идут дела. Франко. Фарпост прогресса. Севастополь. Фарпост прогресса. Разорение в уединении. Космическая станция, которая никому не была нужна. Построена компания, о которой все забыли. На Севастополе царит запустение. Население сократилось до десятой части от оптимального показателя. Космопорт пустует. Местные магазины закрылись. Спрос на дешевых андроидов Сиксона давно сошел на нет. А устаревший суперкомпьютер Аполло подвержен частым сбоям. Как мы до такого докатились? И что важнее, куда утекли миллиарды долларов инвестиций? Мое имя Джулия Джонс. Я два месяца прожила на Севастополе, чтобы подготовить статью для Колониал Таймс. И попытаться понять, какую цену корпорациям второго эшелона пришлось заплатить за необдуманную экспансию на дальний космос. Так. Аудио. Пусто. Утилиты. Пусто. Ну ладно. Ну ладно. О, контейнер. Чудно. А, уже нет места даже у меня. Ну ладно. Ну кстати, а если у нас нет места, значит это как будто бы вариант что-нибудь создать. Например, аптечку. Во. Например. Лишней не будет. Во. Еще одну аптечку создать. Да, шприц. Во. Чудесно. Просто прелестно. Угу. Так, а еще есть варианты что-нибудь допустим создать? Fire. Нет, мне нужно только аптечки пока что делать. Ой боже мой, это система. Сейчас. Сейчас мы ее отключим. Так, опять я вышел сюда. Просто теперь вот с этой стороны. Ну для чего я это сделал? Непонятно. Да, я просто обошел всю эту структуру. Дверей здесь больше нету. Стоп. А. Отключить аварийную блокировку. Вот. Все. Какая-то сущность в виде гномика, бляха-муха. Спустилась, сука. Мразь какая ты страшная. Прячься. Прячься, рипли. Под стол. Ядрить. У. 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 У нашей героини теперь будет кличка Фартовая. Такой позывной. Наконец-то мы увидели эту гниду во всей красе. Уж наконец-то она появилась. Идеальный организм. Впервые встретить чужого на Севастополе. Мне такую ачивку дали. Ну что ж. Может быть организм действительно идеальный. Но куда этот идеальный организм свалил? Ни малейшего представления не имею. Вполне вероятно, что он свалил туда, куда нам и надо. Это вот сюда. Если сейчас блокировку сняли, мы можем здесь пройти. Я ошибкой сомневаюсь, что револьвер что-нибудь причинит чужому. Сильно сомневаюсь я в этом. Что это будет хоть сколько-нибудь для него значимо. Но блин. Честно вот. Народ. Меня немножко на данный момент напрягает. Вот эта тема с уроном по врагам. Потому что я пока не понимаю. Вообще с боестолкновениями с врагами. Потому что я не понимаю. Меня видит враг. О, о, о. Я почему-то так и подумал, что этим ребятам сейчас не поздоровится. Я не понимаю, меня видит враг или не видит. Какая модель урона у оружия в этой игре. И свалил вверх. Ну, собственно говоря, да. Как я и обратил внимание изначально. Эта сука, скорее всего, будет появляться через потолочные вентиляции. Скорее всего. Есть вариант обыскать этих козлов? Я думаю, что есть. Еще какой. Мразь, ему лицо просто сожрали. Или это она? Ну, судя по сискам, это она, да. Титяндры. Патрончики для револьвера. Это вкусно. Это мы любим. Ну, и все. Теперь я мастер. Взлома замочков. Угу. Пропуск охранника Сиксон. Я уже пять взломал вот таких вот дверей. Ну что, я молодец. Охота начинается. Есть. Третье задание выполнили. Просим посетителей зарегистрироваться. Сейчас мы зарегистрируемся. Братишка, мне к тебе. Здравствуйте. Меня зовут Аманда Риттли. Мне нужна помощь. Присядьте, пожалуйста. Вами скоро займутся. Ну и безмозглые же тут андроиды. Порой темп нашей жизни бывает таким головокружительным, что недолго и потеряться. Компания Сиксон всегда помнит о необходимости человеческого общения. Система Аполло обеспечивает всю связь с внешним миром и следит, чтобы ни одно сообщение не потерялось в эфире. Создавая большую масштабную картину, мы не забываем и о малых деталях. Нет, нахрен нам система динамиков сдалась. Очистку воздуха выключить. Может быть освещение потушить. Так, питание камеры. Ну нет, питание камеры пусть будет. И доступ к дверям пусть будет. Система динамиков, чистка воздуха, освещение, питание камеры. Ну давайте пусть освещение еще поработает. Задымили, блин. Ну тот Говард не согласился бы с таким подходом. Ионный резак. Нихрена себе, у нас еще и такой инструмент будет. Ионный, мать его, резак. Просто тут дверь закрыта. Там нужен ионный резак. Тут пропуск необходим более высокого уровня. Я надеюсь, что эти андроиды, они мне не враги. По крайней мере, не будут нападать. Или будут. Давайте мы сейчас аккуратненько посмотрим. Лучше, конечно, не попадаться им на глаза. Это факт. Будем действовать осторожно. Ух ты, мазафака. Ладно. Посторонним туда нельзя. Это срочно. Вы что, не видите, что происходит? Аполло контролирует ситуацию. Процесс регистрации почти завершен. Да ну вас к черту. Сама найду. Я бы не советовал. Что, будешь с меня теперь преследовать, пёс? Что ты там делаешь? Мои данные записал? А можно тебя вырубить со спины? Ладно. Честно говоря, я думал, он меня не пропустит. Опа, че. Прибор слежения. Прибор слежения. Похоже, самодельный. А я больше подумал, что это заводской. Используй прибор слежения. Держите спейс. То есть все... Ёпта. Так и дрестануть недолго. Типа того. Дрестанул слегонца. Аккумулятора. Это, я так понимаю, для него же. Вещество. Так, Севастолинг. Ну-ка, 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 ну-ка. Замок отключен. Хьюз. Я поставил механический замок на дверь, который ведет наверх. Нужно разобраться, что происходит. И я не хочу, чтобы несчастные случаи повторялись. Шеф. Файл поврежден. Наш манифест. Впервые. В новостях Сиксона. Мы не хотим показывать вам новый мир. Мы хотим открыть его вместе с вами. Каждая новая технология и каждый новый научный проект компании Сиксон преследует одну цель. Принести пользу вам. Мы надеемся, что вы присоединитесь к нам в этом путешествии. Завтра вместе. Вместе к светлому будущему. Сиксон и освоение космоса. Официальный хроник. Автор Себастьян Сик. Наша звездная колыбель. В 2004 год стал переломным в нашей истории. После того, как был открыт споза перемещения на сверхъестественных, сверхсветовых скоростях, Сиксон, тогда называвшийся Сик и Сын, встал на путь успеха. Началась космическая гонка и под чутким руководством нашего создателя, Джосайи Сига, компания показала себя достойным участником этого состязания. Сик и Сын строили компоненты для космических кораблей, на которых человечество смогло выбраться за пределы Солнечной системы. Как известно, корпорация Вейланд не желала делиться технологиями межзвездных перелетов с другими компаниями, но, к счастью, Джосайи Сик оказался талантливым инноватором и сумел наладить производство необходимого оборудования. Если бы не Сик и Сын, наше небо сейчас было бы совсем другим. Надежда, кто-то должен восстановить связь, сообщить властям на земле, что тут происходит. Не бойся, я вернусь. Я не оставлю вас, глава от них. Доступ к дверям. Все. Чудно. Так, это черт ушел. Такие маятники забавные. Так, опа. Так, ну все, меня это устроит. Так, аптечка. Давайте сделаем аптечку. Много аптечек не бывает. Правильно. Нет, а у взрывателя. Все нормально. Блин, у меня батарейки кончились. Есть еще? Есть. Стоп. Естественно, сейф. Есть возможность сейвануться, почему бы этого не сделать. Так. Ну, знаете что, друзья мои, я вскрываю уже который вот такой вот замок. Причем вскрываю его довольно грубо. И я жалею, что сейчас рядом с инженером Риппли нет агента П-3. Вот прикиньте, как бы он красиво взламывал такие замки. Опача. Нормально. Какая хрень приехала. Ну ладно. О, еще одна. Давай выезжай. Нормально. Хорошо. Блин, ну аккумулятор нет места. Фак. Фак, 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 фак. Что, у меня прям реально много дохера аккумуляторов. Эх, ну да. Уже максимум. Оп. А, я спрятаться могу сюда? Хер оси. Я думал тут просто можно открыть, посмотреть, что-нибудь. А там реально можно сныкаться. То есть вот реально... А. Я был хотел сказать, неужели я этот взламок взломал. Ради какой-то, я не знаю, душевой кабины. Опач. Приватная комната какая-то. А, ПКМ. Нажмите С. Потом нажмите на Дик. И все будет хорошо. Ну и нах я эту дверь открыл. Чтобы что. Посторонним вход туда воспрещен. О, брат. Я должна связаться со своим кораблем. К сожалению, это невозможно. Аманда Рипли. Вы авторизованы в системе Аполло. Добро пожаловать на Севастополь. Наверняка есть обходной путь. Да по-любому. Найти другой путь внутрь. Бума за факами. Давайте поищем. Пожалуйста, взяйте. Вам куда-нибудь. Не-не, нахер. Что это такое? Да елка. Это какая-то новая система взлома. Мазафак. Какая маленькая полосочка. В конце. Ну, я успел. Так, это прикольно. Это прикольно. Батарейки для фонарика. Ей, видите, она прям легла. Прям жестко легла. Ахахахахахаха. Пропусти. Это я, Хьюз. Не узнаешь, что ли? Слушай, я должен восстановить дальнюю связь. Станция в опасности. Прекратите изделеку. А ну, прочь с дороги. Ай-яй-яй. Давайте по-хорошему. О, господи. Хе-хе-хе. Вежливый какой андроид. Приятного дня, говорит. Приятно пообщаться с воспитанным. Хотел сказать молодым человеком, но это вряд ли человек. Это скорее существо. Неопределенное. Но все по голосу наверняка это мужчина. Бедный мужик. Незаметно добраться до лифта. Будем стараться. Так. Терминалец. Личная. Так. Постима повреждена. Рикс, ты до сих пор работаешь в центре связи. Я помню, что с тобой случилось в том году. И как тебе я тогда помог. Ну вот, пришло время вернуть должок. Анис Михайлик разбирался в документах. Нашел там пару косяков. Он новенький. И не понимает, как у нас делаются дела на Севастополе. Грозится рассказать обо всем Уэйцу. Это для нас может плохо кончиться. Поэтому я хочу, чтобы ты за ним присмотрел. Может, всплывет что-то интересное. У Аполло везде камеры. Надо только указать ему, куда смотреть. Парень зовут Даниэл Халдин. Живет он в апартаментах, где руководящего стола Джессая Сик. Понятно. Эта сущность идет ко мне? Куда вот этот вот будет ходить? Ну, хотя бы не ко мне. На том спасибо. Отключим камеру. Он сейчас ко мне подойдет? Ну нет, похоже. А вот этот вот точно подойдет. Этот андроид разговаривает с логанами. Аманда, может ты не будешь так низко падать? Пожалуйста. Я тебя очень прошу. Сука. Просто... Ну зачем... Вот зачем она упала? Объясните мне, пожалуйста. Просто взяла и бухнулась. Как не знаю кто. Понятное дело, маскировка, все такое. Ну... Должен же быть предел. Так. Мне нужно незаметно добраться до лифта. Соответственно, что? Соответственно. Мне нужно... Вот сейчас... Получается... Получается, как? Я не совсем улавливаю путь. Как нам двигаться? То есть, по большому счету... Нам надо вот здесь. Вот туда, к лифту. И все. А в чем трудность? Видимо, если бы я не отключил камеры, меня бы тут же спалили. Ну давай. На всякий случай спрячемся. Ну, как? Ну, как? Сверлен и Торренс Подожди, подожди, Верлен, я сохранюсь? Вот так Очевидно, что андроиды против того, чтобы мы вышли на связь с нашим кораблем, поэтому надо сделать все аккуратненько Но не забывать лутать ящики Вон он, пес с утулой стоит Вот он еще один Так, ну как будто бы я сохранился здесь недалеко Поэтому, соответственно, что? Соответственно, я могу как будто бы немножечко рискнуть Если я открою карту Связь с Верленом Торренсом Центр связи Центр связи это вот это вот Место Да И по идее нам, наверное, надо бы вот туда По крайней мере, все указывает на это Нам нужно вот сюда, только наверх Соответственно, надо как-то нам по лестницам пройти Субтитры создавал DimaTorzok Далеко я там уже уструячил Обсерватория Давайте сходим Например Ага, сейчас Сходим Прибывающих на станцию представителей компаний Просим обратиться к ближайшему андроме Дружище, ты не будешь на меня бычить? Все так Абсолютно все так Тебе просто показалось Блин, очень не хватает индикатора видимости, конечно Как видят меня Мои противники Это правда, это очень бы Помогало Блин, может их просто ухерачить? Этих андроидов О, вентиляция Шахта вентиляции Прибывающих на станцию представителей компании Просим обратиться к ближайшему андроме Радоиды знаете мне кого эти андроиды напоминают фантомаса я надежен зачем у меня заметил падла фантомаса я все думал на коже он похож на фантомаса тихо будет ходить будешь обратитесь в компанию мониторинг холл мне просто интересно куда ведут эти пути ну куда-то это меня привело по итогу и даже с лиганца под затих что был так напряжен здрасте бляха муха ой бляда да 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 ну в любом случае я не зря сюда пришел в любом случае хотя бы поисследовать локацию посмотреть чего куда вот тут еще кстати был какой-то проход или я что-то перепутал ёпта восстановить сообщение сэмюлс лихо я заныкался так у меня появилось еще одно задание восстановить сообщение сэмюлс ох ёпта моё то есть я в итоге правильно шел то или неправильно ну блин давайте по вентиляции попробуем кстати попутешествовать сдается мне этот путь безопаснее хотя не факт но я в итоге немножко откатился в своем так сказать прогрессе но очевидно очевидно по нам нужно выдвигаться вот сюда на то есть как как я и шел ну давайте будем пробовать тихо брат меня тут нету тебе мерещится мерещится молодец я пошел и по большому счету нам действительно нужно куда-то вот сюда в струячить единственное что мне пока не совсем понятно что именно делать то один жмых вот тут ходит а где жмыхи значит туда и надо идти это абсолютно логичное умозаключение ну как будто бы вот надо бы еще туда сходить human employee recreation вот этот вот проход я хотел посмотреть что у нас тут ящичек шкафчик и новый анальный проход хрен пойми куда но как будто бы туда куда и надо а мы всегда тут по жопам по каким-то лазим непонятным я думаю что новую можно клику ху аманди рипли выдать это проктолог так не совсем понимаю что от меня хотят блин чтобы их поймал в одной строке наверняка аварийное выключение лады когда цепь активно жмите перемещение в нужную сторону народ извините меня но я не понимаю что от меня игра требует я этого правда не понимаю наверно наверно нет вообще есть вариант выйти отсюда что это это какая-то глупость но здесь нам нужно восстановить сообщение сэмюлса но в чем механизм восстановления сообщения балансировка значений left right я не понимаю что от меня игра хочет народ вот правда искренне не понимаю 70 нам нужно семьдесят и двадцать семь закрыта децептивно жмите перемещение в нужную сторону а я понял а йома вот так и вот так вот где вы мы сейчас на станции транзита рядом с госпиталем так слушайте меня надо выбираться тут все перекрыто сиксоновские андроиды взбесились и убивают людей это невозможно это абсолютно недопустимо программа я видела своими глазами похоже у местных андроидов другая программа но это еще не все тут какая-то тварь здоровенная не понимаю что значит тварь неизвестная форма жизни какая-то тварь инопланетный организм он смертельно опасен так что вам надо да и медленно я ударил обломком во время перехода сильно довольно сильно мы не можем уйти нужны медикаменты и и надо перевязать а что торрент передатчик сломан я не смог связаться сверлен помощи нет черт ладно иду к вам аккуратней там ну пурум-пурум-пум-пум пройти центр связи и спастись ёма так и секундочку а секундочку а куда нам надо бежать и ну ё-моё ё-моё два ушлёпка пробежали каждый патрон на счету использует револьвер ну блин давай 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 аманда ай ну да я же в игре же нет прыжка сука в игре нельзя прыгать отлично она перезаряжает револьвер вместо того чтобы взять взять аптечку мой сука какая идиотская система управления в этой пора хорошей игре они за мной идут да они идут за мной о здрасте он прям передо мной стоит а куда на двигать то надо короче очевидно что откуда-то отсюда нам надо их бежать оттуда туда вернее бежать откуда мы пришли блин правда такая система лечение блять возьми 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 ее блять он перезаряжает этот сраный револьвер сука ну перезаряди ты его полностью уже блять перезаряди убьют же сейчас проще реально вот вот так вот сделать идиотская система управления народ в этой сраной игре это просто край выбрать предмет убрать его из рук это это слов нет нах я сюда пришел здрасте блять не надо меня ловить умри сука ну естественно конечно до свидания ни одной царапины выйти из боя с андроидом не получив повреждения он меня сейчас найдет убедительно прошло свернуться я тратю на вас ценное время ох ты блять ну я не могу народ блять я не могу в этой говняной игре нормально убежать нормально спрятаться нормально полечиться нельзя здесь этого сделать физически на молекулярном уровне блять извините что ругаюсь я не могу этого сделать аптечко он презрежает этот револьвер страный перезаряди он по одному патрону его перезаряжает этот мудовый персонаж П vraiment перезаряди перезаряди его полностью я щас пиджак сниму я спортсмен перезаряди его Блять, я теперь не могу бежать Еще раз, куда нам нужно свалить? Протить центр связи и спастись Наверное туда Да? Наверное сюда Все, валим нахер отсюда А вот теперь можно использовать аптечку Ура! Зашибись! Спасибо, игра! Спасибо! Кланяюсь в ноги Спасибо, спасибо, спасибо От души благодарю Спасибо, спасибо, спасибо Реально такой мудовой системы выбора предметов И... Просто край вообще Невозможно придумать Разработчики смогли Респект Уважуха И куда нам теперь? Пройти центр связи Ну, поструячили тогда А, есть вариант подсейвиться Почему бы нет? Так, это я где сейчас? Как будто бы там, где надо Хотя не факт Совсем не факт Нет, все-таки туда Я прибежал куда Слышь, братишка Ты сейчас на меня баканешь? Блять Ёпта Вот это неждан Друзья мои Вот то, что меня чужой заметит Вот этого я совсем не мог предположить Это было супер неожиданно Но хотя бы я не успел Дать в штанишки Жиденького Поэтому, друзья мои Давайте я еще раз Попробую это сделать Уж не знаю, как мне Как мне Засейвиться от чужого Видимо, наверное, не шуметь Вот правда Это такая Сраная Хрень Ага Вот эти вентиляции Потолочные Это реально Такая хрень Нет, я не хочу С вами ходить Вот веришь Нет, вообще не хочу Желаний мне горю Абсолютно Здрасте Да еб Сука Правильно иду Как будто бы да Так Че нам тут сейчас Направо надо будет Полестниться Да? Да Все Поехали Да быстрее Все Цель обновлена Цель техно-башня Угу Доучно-медицинская башня Транзите Добраться Друзья мои Давайте, наверное, на этом моменте я Закончу сегодняшнюю серию И продолжу уже в следующей Огромнейшее вам спасибо За то, что вы были со мной Дорогие друзья Спасибо вам за то, что вы ставите лайки За то, что подписываетесь на канал А также за то, что подписываетесь на Бусти Там видео выходят раньше Плюс у вас будет доступ К закрытому телеграм-каналу Удачи, дорогие друзья Не болейте Хорошо прячьтесь от чужих Удачи Берегите себя Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok